Эти строения мало похожи на нестационарные торговые объекты. Кажется, их слепили из того, что было. Однако, по рассказам местных заседатов, здесь в скором времени должны появиться магазины. А вот законность установки НТО под вопросом. Выяснить, кто собственник земли и на каких основаниях идет стройка, административная комиссия отправилась в рейд. Строительство нестационарных торговых объектов, которые не согласованы с архитектурой. У нас есть порядок, который утвердил Совет депутатов. Но этот порядок, мы видим, не соблюдается. Сами собственники земельного участка всяческим образом препятствуют и общение с нами, и не выходят на контакты. Устроили здесь, конечно, большое безобразие. В ходе рейда выяснилось, участок, где сейчас идет установка НТО, принадлежит застройщику жилого комплекса «Брусника». Под землей проходит тепловая трасса. Она обеспечивает микрорайон, в котором проживает порядка 20 тысяч жителей. По действующему законодательству строительство любых объектов на тепловой сети без усиления запрещено. То есть у тепловой сети есть охранная зона от оси 2 метра в каждую сторону. Соответственно, нарушение этих правил влечет ответственность пресса для нас, как для теплоснабжающей организации и риска возникновения аварийных ситуаций. Потому что надо учитывать, что здесь лежит 300 труба, температура теплоносителя 130 градусов. То есть если возникнет под тяжестью конструкции, будет задета теплотрасса, то вы прекрасно понимаете, что ситуация очень острая, очень критичная. Этот пятачок на улице Ермолинская возле конечной остановки общественного транспорта поделен между двумя собственниками. Еще один, некий Мамедов, уже вовсю ведет торговую деятельность, не соответствующую многим требованиям. Антисанитария, нарушение противопожарной безопасности. Неоднократно уже и штрафовали, и приходили комиссионной проверкой. И до сих пор мы не можем добиться какого-то порядка, прежде всего, от собственников земельного участка, которые не принимают участие ни в жизни района, ни на своей же собственной территории. Но мы все видим, какой уже створится. Административная комиссия, отделы архитектуры и строительства, торговли, земельное и территориальное управление, госадом технадзор. Столько профильных служб и людей пытаются бороться с двумя несознательными собственниками земельных участков, которые за последние годы превратили место в помойку. Цель нашего мероприятия сегодняшнего – зафиксировать этот факт и впоследствии передать юристам администрации для последующей работы, для принятия либо каких-то обеспечительных мер по запрету, по дальнейшему запрету производства здесь монтажных работ, либо вплоть до изъятия данного земельного участка. Представители администрации Ленинского городского округа уверены, в рамках правового поля вполне реально, наконец, навести здесь порядок. Да, будет непросто, понадобится время, но муниципалитет намерен довести дело до логического конца. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.